Здесь на улице Черниговской появляется новый военный городок. Несколько домов уже заселены и вот сегодня сдали еще один. 159 квартир ждут новых хозяев. Строительство в городке продолжается. Маленькой Саше пустые комнаты в новостройке пока не нравятся, но родители вполне довольны. Семья Косицынах получила трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров. Торжественное вручение документов на служебное жилье семьям военнослужащих дальней авиации Энгельса приурочили ко Дню защитника Отечества. Квартиры в доме двух- и трехкомнатные. Заселение возможно уже с 25 февраля. После того, как было расформировано училище зенитно-ракетное, эта территория по решению министра обороны была передана городу с условием того, что 20% квартир от каждого дома будет переходить в Министерство обороны. Это не первый дом. Это получается у нас четвертый или пятый дом здесь, где получают ключи военнослужащие. И происходит заселение. В прошлом году квартиры или жилищную субсидию получили в общей сложности 503 военнослужащих. В этом году планируют обеспечить жильем всех, кто находится в очереди, если не будет перебоев с финансированием строительства. Это чисто служебный фонд, который предоставляется на время прохождения службы. То, что по новой форме обеспечения жилья на сегодняшний день мы переходим, перешли как бы уже не предоставление жилья по социальному договору найма в собственность, а уже предоставление будет в отношении жилищной субсидии. Пока в новом доме не работает лифт и не подается газ. Но новоселы готовы к переезду в любой момент. Ведь многим до этого приходилось снимать квартиру. Однако не придется ли сегодняшним новоселам снова искать жилье после увольнения из вооруженных сил? Светлана Маджелеева, Матвей Фляжников, Открытый канал.